Доброе утро, Рав. Доброе утро, Мировой Экли. И вот немного, пару минут перед этим, вы ответили, что молиться в одиночку не очень эффективно. Хотелось бы отучнить, насколько мала мера этих слов и какое продвижение даёт молитва в одиночку. Я не думаю, что человек, который молится в одиночку, это его по-настоящему продвигает. Но если он соединяется с другими и просит вместе с ними, то есть соединяет все хесароны в один хесарон, в одну цель, к одному Творцу. Насколько это можно представить вместе, это очень помогает. В одиночку весь мир так молится. Каждый человек в мире может что-то просить в чём-то, обращаться к Творцу. Но какая польза от этого, ты же видишь, необходимо стараться всё-таки быть вместе. Соединиться вместе, объединяться, учиться. И так вы начнёте чувствовать друг друга. Проблема здесь, в принижении, нужно смириться, склонить голову перед десяткой и постараться принять то, что происходит в десятке. Я принимаю это. Я готов поддерживать их в то, в чём они. А не вскакивать в одиночку и показывать, что я думаю по-другому. И у меня есть своё мнение. А какая разница, молиться за группу или вместе с группой? Когда ты молишься за группу, когда ты молишься за группу, ты молишься в одиночку. Хотя и за группу. А когда ты молишься вместе с группой, ты входишь, включаешься вместе с ними. И тогда поднимается молитва в желании всех товарищей, которые включаются в молитву. Это уже совершенно по-другому. Творец слышит эти молитвы. Молитва многих. Или молитва о многих. Или когда многие объединяются. Можете ли вы, пожалуйста, объяснить различия между человеком, который кричит Творцу, чтобы ему лично помог ему, или чтобы он помог всей группе? Когда человек кричит к Творцу, чтобы он помог ему лично, это эгоистический крик. Это эгоистический крик, хотя я не пренебрегаю им. Потом он приводит человека через разные события и состояния, когда он отчаивается в том, что Творец ему не помогает. И он начинает всё-таки понимать, что Творец не помогает ему, потому что он молится о себе. То есть он становится большим эгоистом и кричит. И не понимает, почему Творец не помогает ему. Потому что он находится в противоречии с Творцом, как будто бы в борьбе с ним. Это молитва одиночки. Молитва многих, как написано, у нас есть об этом цитаты, что молитва многих всегда доходит до Творца, даже когда мы молимся, чтобы Творец дал нам. Всё-таки в этом мы находимся в какой-то отмене эгоистического желания, каждый относительно других, чтобы соединиться. Даже чтобы Творец помог нам, дал нам эгоистически. Всё-таки в этом есть некая отмена человека перед другими. И поэтому в этой мере мы всё-таки удостаиваемся некого свечения свыше. Хотя это совершенно ещё не выход из Египта. Но это всё-таки молитва многих. Эгоистическая, как и весь мир. Молится, плачет, кричит. Но когда мы говорим о молитве многих, у нас многие это как один. Многие как один. Что мы все хотим соединиться в одном сердце и с одним Творцом. И в одной просьбе. Мы хотим подняться над нашим эгоизмом. наше общее эго. И в этом мы обнаруживаем нашу необходимость в помощи. И нашу помощь мы видим в том, чтобы Творец соединил нас, чтобы каждый отменил себя перед другими. Буквально. чтобы просто растворился бы там, в других. Чтобы не ощущался. А только лишь добавлял силу свою от себя, но не в свою Я. И тогда таким образом, если мы достигаем единого желания, то мы, как один человек, с одним сердцем обращаемся к одному Творцу и достигаем того, что Он исправляет связь между нами и наполняет её. И здесь нужно подумать, поговорить об этом, чтобы немного больше понять, в чём разница между молитвой одиночки и молитвой. каждого за себя, даже якобы, если Он молится со всеми, это не называется со всеми. А это должно быть соединение сердец. Итак, мы достигнем Единого Кли Адама Ришона. Начало Кли. А затем ещё 125 ступеней. Можно продолжить? Когда человек ощущает это ожесточение, чувствует, может быть, что чувствует эта вся группа, то, собственно, его работа — это взять это своё ощущение и поднять его от всего Кли или от всей десятки. Он понимает, что это не от себя. Он как бы снимает с себя это бремя ради всех. Да. Это ты красиво сказал. Он должен быть буквально болен. тем, что группа продвигается к Творцу или нет? Творец поможет ей или нет? Он должен просто болеть за группу. Раф, как мы можем принять это в молитву многих? Что ты говоришь? Какая синагога? О чём? Наша синагога — это наши зумы, это наша работа. Это нормально зумы, но это приводит к тому, что мы отключаемся от работы, и мы встречаемся как можем. Но это несовершенно делать эту молитву многих, и мы не в состоянии... Мы каждый в течение суток должны добавлять свои желания, свои хиссароны, свои разговоры к мировому Кли вокруг часов, вокруг глобуса. И таким образом мы приближаемся к состоянию, когда у нас есть одна молитва всех вместе к Творцу, к одному Творцу, и так это принимается, и на это он отвечает. И неважно, в каких состояниях ты находишься и когда ты в них находишься, когда человек добавляет несколько своих предложений, когда ты хочешь сказать Творцу через товарищей, в течение 24 часов это включается в общую молитву. Так если каждый в течение дня, в течение этого времени включает всю десятку всех товарищей и обращается к Творцу, включает это в своё сердце, это делает это молитвой многих? Да, да. Это и называется молитва многих. Молитва многих — это молитва за многих. Даже если каждый молится и не чувствует других, и не видит других, и не находится в том же помещении, это неважно. Это неважно, но находится в том же желании. Место — это желание. Это как храм. Это место. Это желание, вернее сказать, которое мы хотим осветить. Сделать его ради отдачи. Это называется храмом. Всё. Субтитры добавил DimaTorzok